Всем привет! На этом канале набралось таки 100 тысяч подписчиков, и это определенно очень хорошо. Важная цифра для любого канала на ютубе, который разделяет неизвестные каналы и известные, так сказать, ноунеймов интернета и тех, кого уже где-то видели. Хотя серебряную кнопку пока так и не привезли. Все, кто подписан, все, кто пишет комменты под видео и ставит лайки, жмёт колокольчик, вы все большие молодцы, помогаете этому каналу развиваться и прокачивать контент. 100 тысяч на канале, это можно даже сказать новость. А когда-то давно у меня была идея сделать видео по каким-то новостям и событиям сообщества. Но так как я тогда не сделал такое видео, в этом ролике я расскажу о новостях и событиях РУ сообщества за последние несколько лет. Оперативная доставка информации. Кстати, вот этот замечательный арт меня нарисовала художница под ником Генри Беккер. Ссылка на неё, а также на всех, кого я буду упоминать по ходу видео, есть в описании. А упоминать я буду много кого, потому что РУ сообщество растёт с поразительной быстротой. Итак, первый ролик на этом канале вышел почти два года назад, в апреле 17-го года. Хотя где-то за год до этого я заливал те же ролики на другой канал. Тогда я занимался своим любимым занятием, то есть серфил разные тёмные уголки интернетов. В поиске различных диковинных крипипаст. И как-то раз мне пришла в голову мысль, что было бы классно, если бы эти истории звучали моим голосом. Так оно всё и началось. Однако выбор мой пал не на страшные истории, и даже не на всякое интересное из глубоких интернетов, а на SCP, как на сильно недооценённое тогда явление. В те времена большая часть людей знала о SCP только по играм, а ведь на сайте было уже несколько тысяч статей. Уже тогда, в 16-м году, это была огромная гора контента, и она по большому счёту лежала без дела. Большинство знало только те объекты, которые разработчики показывали в своих играх. Лестницу, статую, скромника, чумного доктора, вот этих ребят. Если посмотреть в гугл тренды, можно увидеть эту печальную картину. До самого 2012 года о фонде в России практически никто не знал и не говорил. Затем вышла игра Containment Breach, и подняла популярность фандома в 6 раз. То есть какое-то время 5 из 6 из тех, кто вообще узнал про SCP, сделали это играя в игру. Оттуда, наверное, и пошёл мем, что SCP это такая игра, и лишь единицы знали правду. Затем интерес к фонду долгое время появлялся снова только с выходом обновлений к этой игре, но постепенно угасал, и уже в середине 15-го года о фонде снова все забыли аж до конца 17-го. И вот в это время забытия я и начал вести свой канал. А всё потому, что надо уметь видеть недооценённые вещи, а не гоняться за хайпом. Впрочем, в забугорных интернетах всё было наоборот. На том же Девианте можно было найти арты почти к любому объекту. А, например, на канале InfoMcut уже тогда были классные ролики с чтением объектов, снабжённые очень крутым видеорядом. В декабре 17-го года этот долгий штиль прекратился. Всю тему SCP несколько оживил, и даже обещал сделать Great Again выход игры Secret Laboratory, а затем рост поддержали блогеры, как игровые, так и те, что читали объекты, включая меня. Но простое чтение объектов — это не то чтобы очень крутой формат, потому чуть позже я ещё придумал разбирать лор SCP, что очень всем зашло. Хотя это и не сильно оригинально, ведь среди западных блогеров уже были разбирающие лор. Тот же Волган из Сайдшоу и Доктор Цимериан. Так что потом я придумал рассказывать о конспирологии из реального мира, связанной с SCP. И вот это уже по-настоящему новый формат. Надеюсь, у меня получится придумать что-то ещё, что ещё никто не делал. Ведь в этом, в общем-то, и есть суть творчества. Другие каналы по SCP тоже постоянно улучшали свой контент. Мистери Баскет вот в одном из своих видео сделал классную анимацию. Да и вообще рисует арты к каждому своему ролику. А канал Зефира придумал своего собственного персонажа-смотрителя. И делает ролики про него с историями, которые сам и придумывает. В общем, смотрим мы тут все такие друг на друга и улучшаем контент в плане качества. Что-то придумываем. И всё это закономерно привело к тому, что сообщество SCP в целом быстро разрасталось. Ведь на годный контент приходят и люди, чтобы смотреть. Но затем случилось нечто, что подняло известность SCP в Рунете до небывалых высот. Это случилось с мая по июнь 2019 года. Что же произошло тем жарким летом? Случилась кульминация от левшего почти год скандала с мистером Д. Про который прямо тут на этом канале было уже много роликов. Если совсем кратенько. Один хитрый деятель зарегистрировал на себя торговую марку с логотипом SCP. И не очень красиво поступил со многими окружающими людьми. И конкретно тут дело в том, что именно в это время, в мае вышла официальная позиция SCP по поводу деяний данного персонажа. И если до этого об этой ситуации говорили только я, доканал Шизика, то после. Обо всём этом и о SCP в целом заговорили все. Даже те, кто не имеет к фандому вообще никакого отношения. В том числе и такие мейнстримовые журналы, как Афиша, начали следить за этой историей. Подключилось и западное сообщество, написав свою официальную позицию с осуждением действий мистера Д. И попутно понаделав кучу мемов. Там вся эта ситуация вызвала не меньше обсуждений. Оказалось, что в SCP происходят вещи, выходящие далеко за пределы сайтов, игр и прочих медиа. Тут у нас, можно сказать, кипит жизнь. Происходят скандалы, интриги, расследования. О которых, конечно, со знающим видом понеслись рассказывают журналисты всех мастей. Это вызвало просто небывалый подъём популярности фандома. И уже в августе 2018 года тематика SCP была на своём историческом максимуме. В общем, мистеру Д удалось популяризировать фандом, но как-то не так, как он, наверное, думал. А в итоге поехал классический паровоз хайпа, на вершине которого в него начали запрыгивать популярные блогеры-миллионники, которые типа держат руку на пульсе. Но я думаю, обо всём этом вы и так прекрасно знаете. Но поезд хайпа — это только начало. Знаете, о чём я думаю? Что SCP только в начале своего пути. Вот недавно прошёл фестиваль по SCP, который провёл Convention Machine. Многие высказали негативный отзыв по поводу того, что не было каких-то очень интересных стендов и косплеев было не то, чтобы очень много. А также было довольно-таки тесно. В небольшое помещение набилось много народу, а на разные интерактивные штуки собиралась целая очередь. Но знаете что? Главное, что там произошло, это стало понятно, что у SCP действительно есть по-настоящему дружное сообщество, которое готово развивать эту тему. Кроме того, на фестиваль пришло намного больше людей, чем ожидали организаторы. А значит, все увидели, что тематика SCP интересна людям. А в свою очередь это значит то, что событий по тематике SCP будет всё больше. Насчёт стендов. Помните, что в одном из прошлых роликов я говорил, что сейчас народ стал создавать группы по связанным организациям SCP. И сейчас в этих группах создаётся немало всего. Например, особенно отличились саркицисты. В группе у них прямо сейчас рисуются отличнейшие арты. Нет, вы только посмотрите, какие картинки рисуют адепты культа плоти. Другие группы тоже без дел не сидят. Делают мемы и переводят тексты по своим сворам. Некоторые устраивают текстовые ролёвки. А кроме групп по связанным организациям SCP появилось ещё и такое явление, как доктора. Кто-то из них создаёт ролевые ситуации. А доктор Кондраки вот вообще взялся писать книгу по фонду. Ссылки всё ещё в описании. Так вот, к чему это я всё. Недавно в моей группе ВКонтакте была серия постов о том, какие бы стенды могла бы сделать каждая из связанных организаций на новый фестиваль по SCP. Предложения были самые разные. От стенда Дада, где будет сидеть хомяк на клавиатуре, до сложных и концептуальных затей с конструкциями и косплеерами в костюмах разных. А теперь представьте, как было бы круто, если бы эти группы по связанным организациям могли бы возить свои стенды по различным фестивалям, как по самому SCP, так и просто гиковской тематике. Вот, к примеру, вы подготовили какой-то крутой стенд на тему SCP. Рассказывайте о нём. А мы, как сообщество, находим какие-то подходящие события, как-то договариваемся с их администрацией о размещении таких стендов. Это пока не конкретное предложение, а просто мои фантазии, но почему-то мне кажется, что это будет работать. Можете попутный мерш соответствующих связанных организаций продавать. Умкит вон в группе значки уже появились. Не зря, значит, торгуют аномальным. Так или иначе, конвеншн машин говорит о том, что скорее всего будут проводить новый фестиваль по SCP. А может подтянутся и другие организаторы разных событий, кто знает. Так, глядишь, у нас вообще будет целый календарь событий, связанных с SCP, только и успевай всю доходить. Так, а ведь надо ещё о новостях самого SCP рассказать. Итак, продолжает пополняться пятая тысяча объектов. Не за горами тот день, когда фонд поймает объект с номером 6000. Библиотека странников внезапно провела конкурс на рассказы в стиле научной фантастики. Было написано 15 новых произведений. В артбуке по Годзилле замечена неуязвимая рептилия. По фонду готовится к выходу куча фильмов и игр. Вот, к слову, по проекту Control было недавно подтверждено, что игра действительно вдохновлена SCP. Пользователи фейсбука поняли, что штурм зоны 51 был ошибкой и надо штурмовать Кэмп Хиро. Кто смотрел видео про Монтаук на этом канале, тот понял. В общем, говорить на самом деле есть о чём. Но как-нибудь в следующий раз. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok